По просьбе народа, жители советского округа буквально наперебой приглашают к себе в гости депутата законодательного собрания Омской области от КПРФ Константина Ткачева. Граждане, уставшие от бездействия власти, ищут спасения у коммунистов, у тех, кто реально заботится о людях. Визит депутата-коммуниста для представителей «Единой России» превратился в полный провал. По словам местных жителей, на встречу с Лицкевичем, Саханем и Коренным никто не вышел. Зато на встречу с Константином Ткачевым пришли едва ли не всем двором. Далее наш репортаж. Год назад еще тогда кандидат в депутаты Константин Ткачев знакомился с жителями этой территории. Они, предчувствуя победу коммуниста, уже тогда передали ему несколько наказов. И вот новая встреча в новом статусе. Тот листок с обращениями депутат от КПРФ сохранил и теперь принимает конкретные решения по обращению граждан. Я и в прошлый раз слушала Константина Германовича. Мне понравилось и в прошлом году, и выступление Зюганова. Я вообще часто его смотрю. Это Абком ТВ канал. И, в общем-то, тема всегда обсуждается злободневно. То, чего касается нас. Жизненно такие важные вопросы, не какие-то фантастические. Ну, мы понимаем, что большинство побеждает всегда над меньшинством. Коль от КПРФ меньше голосов, то и они тоже сделать, они бессильны в данной ситуации. Ну, нам, по крайней мере, ну, как бы морально люди вот сегодня поприсутствовали на этой встрече, получили какое-то удовлетворение, что мы не брошенные совсем жители, а кто-то о нас заботится. Вот спасибо, конечно, большое Константину Германовичу, что побольше бы таких вот людей было. Основные проблемы этой территории – забитая ливневка, неухоженный двор и опасные деревья. Для кронирования последних люди собрали около 130 тысяч рублей. Но управляющая компания средства не отдаёт. Это первое, чем займётся депутат со своими помощниками. Далее – включение двора в комплексную программу «Комфортная городская среда» на 2018 год. Спасибо наш двор! Мы хотим играть в футбол, а когда, допустим, прошёл дождь, очень много грязи. И мы не можем играть. Мало места играть. Вы в грязи играете? Да. Родители ругаются? Да. Когда приходим домой, мы все грязными. Администрация округа на просьбы людей никак не реагирует. А пока ещё действующих депутатов от «Единой России» Лицкевича и Донских здесь никто никогда не видел. Поэтому именно с Константином Ткачёвым жители ближайших домов связывают свои надежды. Одна из первых задач парламентария – наладить контакт жителей с управляющей компанией. Людей постоянно на пятом этаже топят, потому что вся крыша дырявая. Мы боимся. И писали уже обращение в региональный фонд о том, что просто ветер дунет и шифер посыпется людям на голову. Вот и всё. Но там отписка идёт на Минстрой. И вот перепирательство между двумя структурами заканчивается тем, что мы ждём 2018 года. И не знаем, будет ли проведена в 2018 году работа или опять что-то будет не так. Желание вживую пообщаться с депутатом от КПРФ у жителей советского округа с каждым днём только усиливается. Звонки и приглашения летят с разных адресов. Следующая встреча состоится на днях в Лукьяновке. Максим Кабаненко, Григорий Бадьянов, Обком ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!